Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео я хотел бы с вами поговорить о проблемах Xbox Series. Да, я прекрасно понимаю, что, скорее всего, все обратили внимание на эту штуковину, но не переживайте, это Веном. И давайте ближе к сути ролика. Вы, скорее всего, заметили, что в этом поколении Xbox стал намного привлекательнее для игроков, но, несмотря на это, у него все равно есть минусы, которые неплохо бы решить. Да, конечно, уже все знают, что самая глобальная проблема консоли — это дефицит, но здесь я вам советую просто использовать Е-каталог. Здесь вы сможете и технические характеристики прочитать, найти самые выгодные и доступные предложения, тут же вы найдете кучу всяких отзывов, чтобы понять все минусы и плюсы консоли, ну а также вы сможете с легкостью сравнить устройства между собой. Ну, если вдруг рассматриваете другой вариант, просто если вам нужен 4К, то лучше, конечно же, купить Xbox Series X. И да, здесь еще динамика цен есть. В общем, если ищите себе консоли, смартфоны или прочую электронную технику, то делайте это через Е-каталог, ведь он теперь доступен и в Казахстане. Если вы вдруг будете согласны с теми проблемами, которые прозвучат в видосе и что их нужно все-таки решить, то не постесняйтесь нажать лайк на этот видос, но также поделиться этим видео со своими друзьями. И давайте начнем. Я решил начать данный видеоролик с самой главной проблемой. Ну, поскольку это все-таки начало видеоролика, его посмотрят многие, и очень надеюсь, что данная проблема найдет, ну, какой-нибудь фидбэк. А данная проблема касается, по сути, нашего региона, и заключается она в нашей любимой локализации. Проблема, на самом деле, очень давняя. Она началась с года 2016, и очень непонятно, почему все начали ее обсуждать только сейчас. Да, дело в том, что когда вышел Xbox One на старте, ну, практически каждый эксклюзив был переведен. Там, Rise, Dead Rising 3, Sunset Overdrive, Kinexport Rivals и так далее. В то время, кстати, когда была русская голосовая озвучка в играх, много кто ее критиковал. Мол, у Маркуса Феникса голос был не тот. Черт. И озвучка Halo Guardians, якобы кринж. Время, Линда. 89 секунд. Но, опять же, на мой взгляд, да и по мнению многих, наличие русской полной локализации в играх, это все равно важно. Во-первых, при наличии озвучки ты проникаешься полностью в повествование. Практически ничего не пропускаешь, не отвлекаешься на субтитры во время боя. Ну, поскольку попробуйте прочитать абсолютно все реплики, когда ведешь бой или куда-то едешь. Да и просто с полной локализацией ты расслабляешься и просто кайфуешь от всего происходящего, без всяких «но». Да, я прекрасно понимаю, что есть люди, которые против русской полной голосовой локализации, мол, учите английский. Но, ребят, если вы хотите вдруг слушать в оригинале, вам это никто не запрещает. Если вы вдруг знатоки такие английского, езжайте там туда, где на нем разговаривают, работайте, читайте. Опять же, вам никто этого делать не запрещает. Просто, как по мне, когда мы живем здесь, в России, да, и у нас есть официальное представительство той или иной компании, как по мне, русская голосовая озвучка, она должна быть априори. Ну, разве не так? Я также прекрасно понимаю, если бы озвучки в играх не было бы вообще, да, ну, то есть вот в России вообще никто бы не переведел на русский язык. Но посмотрите на Sony. Им почему-то ничего не мешает переводить практически каждый эксклюзив на русский язык. Я лично очень кайфанул, когда проходил Uncharted, Бога войны, Человек-паука, да и практически все эксклюзивы Sony, потому что в них было приятно играть с точки зрения комфорта. То есть ты включил, не паришься на субтитры, ты слушаешь голос, все понятно, классно, атмосферно, и, ну, это кайф. Знаете, за все время я практически не видел комментариев, чтобы как-то говорили, что, мол, фу, блин, озвучка говно, я лучше бы играл в оригинале. Да, конечно, может быть, при переводе есть какие-то погрехи по типу, там, шуток, фразеологизмов, там, всяких выражений, пусть даже смысла, но, опять же, это не так критично, как полное отсутствие перевода. Я, опять же, прекрасно понимаю, что под этим видосом, ну, найдутся, скорее всего, люди, которые будут топить, опять же, за английский, типа, ребята, фиг ли вы ноете, но, опять же, никто не мешает переключить язык, если вдруг ты хочешь играть в оригинале. Просто, на мой взгляд, самое идеальное было бы решение в этом плане, да, просто сделать российскую озвучку и дать всем выбор, так скажем, настройки, потому что, ну, такое есть, да, если ты хочешь играть на английском, переключи, играй, если ты хочешь играть на русском, возьми, сделай, играй, все, это лучший выход из ситуации. Просто в этой проблеме, на мой взгляд, самое важное, это просто дать выбор, а там уже люди сами определятся, на чем вам удобнее играть, но почему бы нет? Но, увы, почему-то за все это время, начиная где-то со среднего жизненного цикла Xbox One, мы получаем перевод лишь в субтитрах, почему, непонятно. Честно, я до сих пор не знаю истинную проблему, может, кому-то не хватает бюджета, может быть, кто-то сверху против этого, но, как по мне, это странно, когда Фил обращает внимание на Россию лично, да, там, рубитесь вместе с нами, и в то же время он не обращает внимания на самую главную проблему, ну, вот, ну, лично я не понимаю этого. Вообще, с этой проблемой, а именно с отсутствием голосовой озвучки, ребят уже поднимают вид в соцсетях и распространяют хэштег с просьбой вести голосовую озвучку. Ну, поскольку им лично не особо нравится, что тот же Starfield, к примеру, не получит голосовую озвучку. Хотя до этого почти все игры от беседки были переведены на русский язык. И, знаете, ребята, на самом деле делают неплохой шаг в этой теме, по крайней мере, хотя бы попытку. Но проблема заключается в том, что, несмотря на то, что реально многим игрокам якобы не нравится отсутствие русского голосового дубляжа, поскольку, к примеру, мой пост собрал нормальный фидбэк, всем по факту пофигу. Да, как бы грустно это ни звучало, многие ребята не присоединились к этому движу. Когда ребята распространяли хэштег, я их также поддержал, ибо мне тоже важна голосовая озвучка. Эту тему также поддержал, по-моему, Денис Мейджор в Твиттере. По-моему, пост скрина сделал Пуляев на свой канал, если не ошибаюсь. Но остальные ребята, которые топят за Xbox на просторах YouTube, и кому капец как нравится там Xbox в других соцсетях, почему-то остались в стороне. Отмазки по типу, ой, их там никто не предупреждал, они этого, может быть, не заметили. Знаете, когда намечается какая-то халява, какой-то мегахайп, суперновость для контента, все всегда все замечают. Вот и думайте, короче. С этого просто можно сделать вывод, что, несмотря на то, что многим якобы не нравится вся эта ситуация, никто ничего для этого не хочет делать. И многим попросту даже впадлу поставить хэштег у себя в Твиттере. Ну а если впадлу вам, то зачем, в принципе, требовать от кого-то что-то? Поэтому ситуация по поводу озвучки, на самом деле, не такая однозначная. Вроде все хотят, но в то же время всем и пофигу. Вторая проблема Xbox заключается, на данный момент, в недоступности приобретения подписки через саму консоль. А тут, на самом деле, да, можно не ныть, поскольку есть официальные дистрибьюторы, через которые ты можешь купить, там, MVideo, еще сервисы всякие, да. Но, на мой взгляд, это все равно немножко геморройно. Опять же, если взглянуть на конкурента, то там с легкостью можно купить подписку через консоль. У меня, кстати, недавно произошел случай, что у меня списали деньги за 12 месяцев, без всякого там подтверждения, поскольку я забыл каким-то образом. Хотя я помню, что я, скорее всего, отключал автопродление, но списалось там, по-моему, тысяча, чем-то тысяча. И мне было дико обидно, поскольку в этот момент была еще и скидка на данный там PlayStation Plus. Короче, я заскамился сам. Просто, если, опять же, упоминать дистрибьюторов, то как-то я вам рассказывал про возможность приобретения подписки через Бер. Дело в том, что под видосом очень много ребят написало, что код им якобы не дошел. Да, конечно, они там не обращались в техподдержку. Видимо, как-то не узнавали, что делать дальше. Типа, списали деньги, код не пришел. Но, так или иначе, приобретение данных кодов немножко геморройно, когда это происходит не через консоль. И, опять же, с точки зрения нового игрока, мне кажется, это реальная проблема. Потому что мы с вами там сидим на Xbox уже давно, и мы знаем, как плюс-минус там покупать эти подписки. Но для новых игроков вот такая вот фигня, когда ты там купил консоль. Дальше ты там открываешь Xbox, он требует какую-то подписку. Подписку через консоль купить нельзя. Ты идешь в какой-то магазин, залазь здесь через сайт, получаешь этот код, активируешь там не через телефон, а там либо через консоль, либо там, я не знаю, через браузер. И тогда ты получаешь подписку и играешь. Но, как по мне, вот этот процесс, он очень долгий и очень геморрый. Плюс данная возможность, к сожалению, нас лишает скидок и каких-то там триал-версий тех или иных подписок. Это тоже минус. Короче, это не так удобно. Непонятно, почему это все происходит. Но, в любом случае, эта проблема, наверное, не такая важная, как первая. Следующая проблема Xbox касается не системы, не курса рубля, ничего подобного, а физических вещей, а именно геймпадов. Кто бы что ни говорил, но данная штуковина ломается очень-очень часто. Да, может быть, не полностью ломается, чтобы там, я не знаю, в них невозможно было играть. Но так или иначе, в них появляются дефекты, которые вызывают дискомфорт. Если кто-то не замечал, то со временем стикл геймпада Xbox просто начинает люфтить. Далее у вас появляется еще больше люфт. К сожалению, мертвую зону контролить уже не так хорошо. То есть, это реально вызывает дискомфорт от игры. Ну, а дальше больше. К сожалению, потом у вас стик просто отклоняется в какую-либо сторону произвольно. И у вас там, я не знаю, человечек, камера, там его ноги просто бегут сами по себе в какую-либо сторону. И это ужасно бесит. На самом деле, проблема, она не единичная, и она глобальная. И некоторые игроки даже судятся из-за этого, поскольку компании просто не хотят решать данную проблему. И ставят не такой качественный механизм. Вы, скорее всего, уже обратили внимание на мой жесткий люфт геймпада. Но тут, на самом деле, виноват не только Xbox, но еще и я. Да, каюсь. Когда я играл с мини-джеком, вот так вот, да. Я всегда играю с мини-джеком, дабы записать звук для игры. Или просто слушать, потому что у меня, короче, Xbox подключен через комп. Вот, и получилось так, что мини-джек просто обкрутился в подлокотник. Я отъезжал, и геймпад у меня улетел аж до селажа. Да, я, конечно, как истинный футболист немножко обработал геймпад, чтобы как-то смягчить его падение. Ну, так скажем, ногу подставил. Но, походу, просто удар пришелся вот куда-то вот сюда. Вот так вот. И зона стала капец какой. Ой, но все равно, как бы, претензии к Xbox есть, потому что мертвая зона, а именно вот этот люфт, он был еще и до удара, ну, конечно, не такой большой, но все же. И поэтому, если вдруг вы замечали у своего геймпада вот этот люфт, и вы его даже не роняли, относились хорошо, то не удивляйтесь, это просто качество тех механизмов, которые там они закупают или изготавливают. Короче, механизмы, а именно стики, это реально жесткая проблема у всех или иных геймпадов. Да, конечно, у данных геймпадов есть и другие проблемы, которые мешают играть, а именно иногда и РБ не работает, и так далее, потому что тоже видел ребят, которые столкнулись с этими проблемами, у кого-то кнопки залипали, но, как по мне, стики – это самая распространенная проблема тех или иных геймпадов. Увы. Я, кстати, уже намекал про данную проблему и говорил, что очень надеюсь, что в новых геймпадах механизм будет еще лучше, чем в старых. Но, увы, походу, ничего не изменилось. Помимо всего, у Xbox также есть и другие проблемы, но, на мой взгляд, они не такие важные, как я перечислил ранее. Да, если вы вдруг считаете, что есть какая-то тоже важная проблема, то напишите об этом в комментариях. Как по мне, еще плюс-минус важная проблема – это активация кодов через приложение Xbox, и само приложение Xbox, и, как по мне, оно стало каким-то менее полезным. Не знаю, почему они убрали активацию, не знаю, почему она до сих пор ключит, но факт остается фактом. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видос. Если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно напишите о своих проблемах с Xbox, ну, с которыми вы столкнулись в течение времени. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч!